Привет, друзья! Прикупил винтовой скважинный насос Oasis Avery Wave. Вот его параметры. Диаметр корпуса 4, мощность 370 Вт, максимальный расход 30 литров, максимальный напор 100 метров, максимальная глубина погружения 80 метров. Электросеть 220-50 керц, потребляемый ток 4 ампера, длина кабеля 20 метров, степень защиты IP68. Степень защиты у них у всех IP68, потому что они в воде находятся. Все размеры, вес изделия 10 килограмм. Купил насос для установки в колодец, не в скважину, колодец метров, наверное, 6-7. Будем устанавливать. Насос купил не себе, у меня стоит станция на водопроводе. Аква итальянская уже много лет, претензий к ней никаких нет, это для другого частного дома. Вот его параметры тут в инструкции, ну тут как бы мелко видно, поэтому инструкции читать не будем. Все параметры нарисованы на коробке. Чтобы его установить, собрал все прибамбасы. Устанавливать я его буду вот так вот, то есть назад опора будет и впереди будет опора, то есть вот так. Насос будет лежать горизонтально, потому что колодец такой неглубокий. Раньше там стоял вообще ручеек, но ручеек со всеми потребителями не справляется и очень быстро выходит из строя вот такой вот насос, я думаю, будет гораздо дольше работать. Взял я его в гекторе за четыре с половиной тысячи. Собрал все фитинги, вот сюда вот поставлю хомут и вот так вот кольцо поставлю для того, чтобы крепить. Здесь вот кольцо на нем сразу вот есть, два даже есть кольца на всякий случай. И собрал вот такие вот фитинги, то есть получается 32 вот здесь. Вот 32, так как насос будет у меня горизонтально, то здесь вот уголочек будет у него, но уголочек будет вот такой вот. Клапан ставится обратный. Клапан вот такой еще один фитинг и уже на этот фитинг будет вот такой вот фитинг одет. Будет одет пластиковый уже шланг для вывода. Сейчас все это соберем на фум-ленту, поставим хомуты с кольцом и будем его уже устанавливать на место в колодец. В подвале там выведена в том доме частная станция. Я устанавливал, ну не станция, а автоматика, которая будет работать с этим насосом. Потом чуть попозже, когда установлю все, покажу как это все работает. Оазис техника в принципе неплохая, но не шикарная, конечно. Ну не знаю, ходит, более-менее работает. У меня триммер Оазис, три года уже верой и правдой служат. Ну что-то ломается по мелочи, но зато цена невеликая. Сейчас фитинги соберу и будем устанавливать насос уже в колодец. Там все уже подробно покажу. Подсобрал насос, поставил на двух хомутах, одного длинного не было, поставил два коротких, соединил, поставил дополнительное мощное кольцо, вывел его в одну плоскость вот с этим вот кольцом, потому что, как я уже говорил, глубина небольшая, насос будет у меня там горизонтально, не у меня, у хозяйки, горизонтально будет в колодце находиться. Вот сюда вот привяжу шнур капроновый, толстый и вот так вот его прицеплю. Вот сюда вот дополнительный шнур сделаю, чтобы если вот этот шнур, который сверху оборвется, чтобы можно было насос оттуда каким-нибудь образом достать, а не за шланг тянуть. Кстати, не забудьте затянуть вот эти вот ушки, они тут как-то слабовато прям затянуты были, я их оборотов на 5-6, наверное, прокрутил. Поставил фитинги, вот переход с 32 на 20 уголок, на него сверху клапан, тут еще один фитинг и на него уже поставил фитинг под пластиковую трубу. Когда клапан, кстати, будете ставить, смотрите внимательно, вот здесь вот есть стрелочка, ну здесь плохо видно уже, но она есть. Стрелочка направлена в ту сторону, в которую клапан работает, то есть из насоса вот сюда, вот стрелочка, туда клапан будет качать. Теперь надо забежать в магазин, купить толстый шнур и можно будет уже ехать насос на место устанавливать. Там все дальше уже покажу, как привяжу, как опущу и потом покажу автоматику, на которой он будет работать уже, качать воду в дом. Вот он тот самый колодец, в котором был насос, вот он шланг, труба пластиковая, которая идет, вот здесь вот на конце стоит клапан обратный и вот он насос, который качал в дом. Патриот, ну ручеек Патриот, в принципе конструкция одна и та же, все одно и то же. Сейчас будем откручивать вот эту гаечку и вот этот вот шланг пластиковый трубу эту одевать вот сюда. Нагреем феном, наденем и поставим хомуты. Вороны тут орут, вон кругом прилетели, заселились, орут, покоя нет, ни днем, ни ночью. Насос я привязал вот здесь вот к этому кольцу, к этому кольцу, вот так вот связал и сделал, чтобы он вот так у меня горизонтально лежал, концы опалил и изолентой их смотал, чтобы они не болтались. А вот здесь привязал дополнительную веревочку, которая будет на всякий случай страховочная. Трос сразу я использовать не хотел, отказался от него, потому что тросы ржавеют, могут отломиться. Я думаю капрон тут будет висеть, ничего с ним не случится. Сейчас будем откручивать вот эту вот гаечку, снимать этот насос и ставить шланг вот на этот насос. Вороны продолжают орать, там кто-то чего-то где-то пилит, а мы продолжаем работать. Привязал пластиковую трубу вот к этому дрючку тут, чтобы она у меня не сбежала в колодец изолентой. Как говорит мой друг, все можно починить скотчем, а если вы не можете починить скотчем, значит у вас просто мало скотча. Вот то же самое у нас про изоленту. Все можно починить изолентой. Что мы и делаем. Поставил трубу на место, на фитинг, поставил хомут. Кстати, когда будете ставить пластиковую трубу на фитинг, не нагревайте трубу пластиковую сильно, чуть-чуть подогрейте, чтобы она размягла, совсем чуть-чуть. Нагревайте сам фитинг. Труба будет одеваться на фитинг, на нем нагреваться и потихонечку налезет. Если вы нагреете сильно трубу, она у вас станет как студень, и одеваться будет очень плохо, либо вообще одеваться не будет. То есть грейте фитинг, трубу чуть-чуть, чуть-чуть, чтобы тепленькая, грейте фитинг, чтобы он был горячий, и на фитинг одевайте. Тогда у вас все аккуратненько оденется. Сейчас будем спускать насос в колодец и подключать пробовать. Потом пойдем в подвал, будем смотреть, как там чего работает, как там автоматика у нас. Привязал насос, нашел какую-то железяку тут, как раз по размеру, чтобы он за стенки колодца не задевал. Вот он насос там, плавает. Вот основной его крепеж, веревка, и вот вспомогательная, дополнительная, страховочная. Вот здесь вот кинул кабель, пока изолентой его привязал. Потом автоматику посмотрим. Тут все поконкретнее сделаем. Сейчас включим его в розетку, вот здесь вот розеточка. Включили. Насос пожужжал чуть-чуть, отработал. Отработал, выключился. Значит, у нас автоматика сработала. Сейчас пойдем в подвал, будем там смотреть все, как работает, как настроено, все проверять. Вот мы в подвале, и вот он весь механизм регулирования давления. То есть, вот гидроаккумулятор, манометр. Вот здесь регулятор давления, ну или реле давления, как угодно называйте. Вот здесь вот клапан второй стоит обратный. И вот он, шланг. Труба пластиковая, которая идет в колодец, 40 метров длиной. Вот он, кабель, который включает насос, подключенный вон к станции, вот к регулятору, и вот кабель 220 вольт, который включается вот здесь в розетку, чтобы все это работало. Вот здесь кран перекрывать, и здесь вот кран перекрывать второй стоит, который идет на магистраль, уже в дом. Вот здесь стоит фильтр, уже грязный он, надо его менять. Вот такой есть ключ, одевается. Сейчас фильтр поменяем и запустим станцию. Посмотрим, как она работает. Вот фильтр поменяли. Сейчас включим станцию и проверим. Насос заработал, вода пошла. Вот слышно, как вода пошла. Все, насос отключился. Сейчас магистрали откроем, пойдет вода в дом. Все, краны под давлением. Все работает. Всем пока. До новых встреч на канале.